Жилой комплекс на Зминогорском тракте рядом с телевышкой планируют сдать во втором квартале 26-го года. На днях здесь побывал глава Барнаула. Ну, хорошая какая-то, эксклюзивная, наверное, да? Можно так позволить себе сказать? Вот, да. Ну, мы как делаем? Мы первые и последние этажи делаем, ну, скажем, уникальные для каких-то особенных, так скажем, квартир остальные. Вот у нас со второго по, условно, по восьмой этап, ну, так скажем, тепловая нарезка. Запросы горожан год от года меняются, и уже мало кто готов жить в старых однотипных хрущевках, говорят эксперты. Барнаулицы этот факт подтверждают. Хорошая квартира, там, метров 60-70, чтобы убираться было удобно. С видом на тихое, просто раньше хотелось вид на центральные улицы, а потом понимают, что они шумные, конечно. На что-то тихое и красивое. Важно, чтобы площадки были для детей. Возможно, какой-то выход на свою террасу. Высокие потолки, просторные комнаты, чтобы это не было таким квадратным каким-то, возможно, более длинные комнаты. Терраса очень хорошо, чтобы это было место большое, свободное. Небо, солнце, зелень, красота. И даже выходить никуда не надо. Специалисты почти в один голос говорят, в городе стали появляться проекты с достойной архитектурой. Или, как минимум, с претензией на достойную архитектуру. Террасы, балконы, уникальные планировки, окна в ванной. Иными словами, сейчас тренд на повышение качества продукта. Года два, наверное, три назад, я так наблюдаю, произошел какой-то перелом. Перелом в сознании, в сознании заказчиков, крупных стейкхолдеров, наших строительных компаний, которые стали понимать, что архитектура – это все-таки очень важный элемент этой жизни. Люди, которые приобретают сейчас вот эту архитектуру, они уже покупают не просто квадратные метры, они покупают архитектуру, они покупают фасады, красоту. Застройщики немножко так тоже гонятся за какими-то интересными решениями. Кто-то делает интересные стеллобаты, эксплуатируемые кровли. Кто-то там фасадные решения, больше внимания фасадным решениям уделяет. Кто-то, скажем, уделяет больше внимания среде, чтобы там детские площадки были, чтобы озеленение было. И такие запросы тоже идут от горожан. Дома, по их мнению, должны строиться с учетом социальной инфраструктуры. Самая важная школа, садик, чтобы ребенок мог выйти и сам дойти до школы, чтобы не обязательно его было туда везти. Это было бы, конечно, круто. Даже если жилье в лесу, вот где-то там рядышком, на стыке разных выездов дорог, и везти в какую-то школу и садик. Было бы вообще шикарно. Большинство застройщиков, к тому же, стараются свести до минимума вмешательства в природный ландшафт и по максимуму сохраняют существующее озеленение. Да и сами городские строительные объекты, по словам главы города, в основе своей отличаются высокой культурой. Здесь безопасно и чисто. В целом, благодаря таким компаниям, застройщикам, наш город меняется, хорошеет? Вот в целом, если сказать, ситуация в городе. Я думаю, что меняется, я думаю, хорошеет, но, наверное, это вопрос больше к жителю города. Хорошеет ли город, меняется ли он? Но я думаю, что да. По-моему, такое замечательное место и лес, я думаю, воздух. А вот чего Барнаула все еще не хватает, так это комплексные реновации, отмечают эксперты. К примеру, Павел Князев, директор компании «Мой дом», уточнил это, когда застройщик берет на себя обязательство комплексно реконструировать большой участок города и обеспечивает комфортную среду для населения с точки зрения парковок, социальной структуры, единой архитектуры. Сейчас этой комплексности и целостности не хватает. И, наверное, это самое важное. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, Владислав Ковалев. День с толком.